привет я frosty templar и это снова выбор жизни средневековье часть 2 давайте с вами продолжим наше приключение наше возвращение на тронный зал на престол так сказать попробуем вернуть кольцо и в общем то разберемся с предателями интригами и скандалами ты как обычно не смотрел предыдущую серию ссылочку на пылиц в описании под видео посмотрел оставил лайк прокомментировал там что-нибудь задал вопросики еще что-то написал и конечно же обязательно подписался но мы давайте начнем точнее продолжим глава 1 клад хорошо авто сейф я думаю что то авто сейвом будет правильно ходить вроде бы все у нас тут бог мы с вами на прошлой серии остановились на том что выкопали какой-то клад какой-то кувшин на котором было написано не грааль в общем-то мы за него схватились наши руки почернели и мы собственно сгорели вот такой вот стишок получился поэтому давайте клад игрушка да игрушка немножко подлагивает я не знаю с чем это связано я читал всякие руководства я посмотрел разные видосики у всех вроде бы все о кого-то меня она как будто чуть-чуть тормозит при выборе карточек и при передвижении по карте не знаю с чем это связано просто ним не могу понять поэтому придется наверное немножко это потерпеть вы прогуливались мимо дома крестьяна и заметили пожилого крестьянина который усердно копает яму в земле подойти давайте подойдем сынок поди сюда подзаби старику хочу ты делаешь клад ищу если поможет так и быть поделюсь малеха совсем я постарел вон руки уже трясутся силенок старческих моих не хватает ну давайте поможем старик рассказывает как еще в детстве спрятал где-то тут клад хорошо копаем точно там же он протягивает вам лопату и расплывается беззубые улыбки хорошо мы копали в поле поэтому предлагаю копнуть там же выкопать вы достаете земли кубок надо обрадовать старика то сейчас опять схватимся опять сгорим в общем-то обрадовать старика срочно закопай обратный перекрестись кошмар что только не найдешь в земле закопать обратно вы возвращаете кубок в землю на всякий случай запоминаете это место но давай около отхожего места копнем почему нет лезвие лопаты входят в землю права и проваливается внутрь похоже там полость но там как говняхи падают а там навоз вы находите утерянные страницы из повести запретная любовь рыцаря генриха и леонардо лучше это оставить в земле около хаты чё серьезно просто около хаты я как-то логически рассуждал и не думал что возле хаты будет какое-то сокровище но от этой игры можно ожидать чего угодно ваша лопата натыкается на что-то твердое и застревает кажется вы угадали вы достаете большую кость и тут же прибегающая собака жадно выхватила находку принц фу фу просят у кости глупый пес мало ли чья это кость давай копать дальше кость нам в принципе наверное не интересно зачем она нам нужна кости кость ну ну чем археологи что нет мы давайте копать дальше как вы можете помешать псу с такой звучные клички да вот именно он же принц в одном из этих направлений должно быть место где закопан клад если выбрать правильно можно сэкономить время и силы копать наугад вы снова на что-то натыкаетесь но уже не питаете особых надежд пусть хоть сейчас что-то полезное попадется давай спасибо тебе мне нужно сокровище большой яме плот плотно составлен несколько деревянных бочек так если мы сейчас опять их вскроем я боюсь что мы умрем давайте позвать деда дед наконец-то не зря мы тут столько потели ты потел то что ли что это вскроем давай вскроем совсем опух они тут 50 лет тухнут я же говорю не зря не зря не вскрыли а зачем они тогда прости старика мне скучно стало вот и решил найти знаешь на старости лет от скуки ну помереть можно а теперь хоть кости размял но но не злись на монетку благодарность закажешь похлебку в трактире чё серьезно дайте лопатой стукну старик ты старый в таверне вы обнаружили что выданных монет не хватает даже на кружку воды понятно понятно хорошо так таверна у нас с вами открыто таверна тут закрыто и слушай какая большая карта карта прям несколько раз наверно раза в четыре больше чем в первой части ну пойдем у нас только таверна открыта случайная встреча хорош кустах мелькнул меч вот ну воткнутый в камень но мы должны мы же принц мы должны его попробовать достать меч подался вам очень просто вы гордитесь своей силой ты положи меч меч на место почему ты вообще его трогаешь черт подери я еле-еле засунул его в этот камень но я король король чего кто артур я король артур король авалона все всех вот этих вот мест там король англии но ты чё легенд не читал что ли никогда боже мой мальчик тебя не учили не трогать без спроса неделя работы на смарку мой шедевр испорчен расставили тут свои шедевры ясно понятно дворяне разозлил и позвал накачанных охранников вас поколотить я так и знал вы действительно умерли даже с королями такое бывает ну ясно понятно а из три встречи уже нет мы встречу потеряли ну твою ж ты ж мать наверное ладно перед вами просторный двор с двухэтажной таверны двухэтажной таверны посередине и несколькими зданиями по бокам праздный народ уже развлекается вовсю а чем займетесь вы давай зайдем в таверну может быть попробуем перекусить из таверны прямо на порог вываливается пьяное тело помочь встать давайте поможем вместо благодарности мужик извернул на вас содержимое своего желудка от собак такая сутула чувствуется стойкий запах пота и алкоголя народ собрался в несколько кучек рядом с тусклыми свечами стойку угрюма протирает хозяин таверна осмотреться в таверне нет свободных столов грозно стоять давайте будем грозно стоять крестьяне настороженно поглядывать на вас а трактирщик даже предлагал поработать охранником а потому что мы грозно стоим это да вот так вот так вот это ебаная завитушка как она меня раздражает на волосах в углу таверны несколько работяг устроили кулачные бои вам тоже предлагают поучаствовать у меня одно сердечко ну давай выбрать слабого противника попробуем худощавый крестьянин молниеносно прыгает вокруг собираясь нанести удар но вдруг поскальзывается ломает ногу и выбывает из боя победа ваша вам подходит старик и говорит если угадаете в какой руке сокровище то она ваша влево и вправо в обеих в обеих дед хмурится и разжимает кулаки вы видите в каждой ладони по гнилому зубу сокровища сокровища оба обалдеть просто сокровища сейчас пойду новый замок себе куплю с блэк джеком и и мамзелями ага к вам обращается миловидная работница и зажав нос настойчиво просит вас умыться про себя вы проклинаете того пьяницу умыться в бадье вы промываете лицо и стираете свою свою рубаху вода становится желтый а вы идеально чисты теперь люди смотрят на вас чуть-чуть поприветливей вернуться в зал вам подходит голый мужчина в латных сапогах и топ-хельми топ-хельм это по моему какая-то защита на голову если я не ошибаюсь он бьет вас погони он бьет вас по голове своим шлемом и вы теряете сознание за за что вы очнулись на теплой соломе в сарае похоже вас сюда перетащили и заботливо уложили осмотреться вдоль стены сидят восемь голых паладинов их лица закрывают шлема похоже на кружки несомненно вы искали именно их так я же забыл нам же правда надо было паладинов найти я забыл то что мы ищем я просто гуляю по городу и забыл что нам нужны паладина у нас же задание найти паладинов договориться с ними чтобы они помогли с троллями их шлема похоже на кружки смысле похоже на кружки это как это тут есть рукояток они снимают надевают снимают надевают типа так что странные паладины а и пипы и правда смотри и правда есть ручка так хоп 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 ничего подобного уважаемый господин я сэр орландо хранитель ордена кружка носцев мы меч и щит и бочка селим этого королевства вы нас искали и мы явились по вашему зову попросить помощи с троллями вас горит праведный огонь вы хотите искоренить зло и привнести пир на нашей земли но хватит ли сил которые ведут вас по верному пути давайте вам просто заплачу ну ты чё кажется они принимают только жидкое золото эль это же эль это же не извращение какие-то это эль это же не там всякие дождики шмождики я думаю ты понял о чем я да это же эль просто эль вы мало что понимаете из речей благородного паладина впрочем он вряд ли отступится и что это значит вы пройдете испытание боли разума и огня если ваша воля сильнее сильна то вы достойно выдержите уготованное вам первое испытание давай я готов вас вывели на улицу в дорожке из раскаленных углей некоторые из них вспыхивают ярким пламенем так что мы знаем про дорожку углей если идти медленно в целом наверное будет не так больно тут какая-то ловушка если пробежать я боюсь что они будут как-то может быть прыгать и тем самым заденут не только ноги но и ляжки каким может даже на руку попадут еще куда-то давайте попробуем пройти медленно угли обжигает пятки но это больше страшно чем больную к середине пути вы и вовсе к этому привыкаете я же говорю если бы мы побежали это было бы более болезненно потому что пятка это самая не чувствительная часть человека и ступни в целом ты доказал что твоя воля непоколебима и боль не встанет у тебя на пути не заставит повернуть назад так давай еще еще хочу для второго испытания паладина вынесли несколько дубовых бочек все с удовольствием откупывали откупы ревают их так что это за бочки давайте спросим это не то что вам нужно знать доверьтесь вашим братьям и вы откроете для себя новые пути прекрасно хорошо я готов я готов открываться новым я вообще вот экспериментатор будь здоров поэтому давайте погнали приятно видеть твое понимание благородный господин в этом испытании вместе с братьями вы откроете свой разум свершением которые ждут вас на верном пути твердая воля небе не борется с новым она пропускает новое через себя пить давайте я готов вас заставляет пить пока ваше помутневшее сознание не начинает рисовать странные образы мой маленький принц что ты делаешь предаешься утехом с мужественными паладинами пока твои подданные и друзья страдают ты что и заиди сатана а ты плохой мальчик хотя я так люблю плохих мальчиков иди ко мне я тебя обниму утешу и поглажу в моих объятиях тебе будет спокойно все беды пропадут и ты будешь в безопасности ну подожди подожди дело мне надо посовещаться с братьями паладинами подожди странные видения развеялись и вы пришли в себя благородный господин вы открыли свой разум почувствовали течение вселенной сквозь вашу душу вода еще как это прекрасно вы чувству так это четко ездил а я случайно нажал f12 хорошо это прекрасно вы чувствуете это каждая часть этого мира теперь ощущается на коже кажется я перепил великолепно до чувствую хорошо последнее испытание издавна этот мир строился порядком но вмешался хаос и разбил мир построив причудливые формы так получился человек мы строим и разрушаем мы вносим порядок и порядок обращается хаосом ну типа баланс наверное звучит логично то есть человек и строит человек и разрушает он в гармонии хотя нихрена не в гармонии но посыл этой фразы таков логично паладины вскакивают с яростными воблями и хватает факел начинается вакханалий измечившихся повсюду паладинов они поджигают все что попадается под руку впрочем к жертвам это не приводит присоединиться теперь мы считаем тебя нашим брать прими этот топ хельм как знак вступления в наш орден это было весело до почетный член ордена паладинов ты прикинь случится же такой вот это да а теперь паладин такое на всю страну такой один тролли достойные противники братьям ордена где их искать встретимся прям там я покажу прям пальцем ткну в них их пузо вы указываете место где паладины должны будут вас ждать вы договорились прощаетесь и уходите пещера открыта хорошо наверно сгорела замечательно так пещера троллей идем перри три перри 3 3 3 это это пришли пещер тролли вместе с михелем мы добираетесь до места встречи около логого троллей паладин и в полном составе ожидают вашего приказа так разведать обстановку. Сначала нужно разведать обстановку. Один из троллей следит за убийцей и бинает его, когда тот не работает. А второй, как предполагает, Михель спит в пещере. Михель подползает к вашему кусту и пытается усесться рядом. Ну, давайте подвинемся. Ну что, мой ученик, настал ключевой момент нашего с тобой обучения. Тролли понимают лишь силу, и мы пойдем в бой. Поэтому я дам тебе последнее напутствие. Ну, может не надо? Ну давай, я внемлю тебе, учитель. Давай. Вещай благую весть. Михель довольно причмокивает и с важным видом продолжает. Тролль грозный противник. С их силой даже одна особь может справиться с целым отрядом обученных рыцарей. Но мы умнее. Скорость и силы троллей не победить, но вот хитростью можно. Слушай, а хороший совет на самом деле. Михель проверяет тетиву и стрелы, а паладина разливает по стаканам Эль. Произнести воодушевляющую речь. Вы испортили тост, но все понимают, что это ваш первый бой. Ну, понятно. Говорящие железяки решили мешать герцогу. А сейчас я вас на копья расплющу. Ну-ка, давайте навалились, бей его! Тролль швыряет убийцу в пещеру и несется на вас. Сэр Орландо первым достигает врага, и тот смачный оплеуха отправляет его в полет. Помочь раненому. Раненый Орландо лежит без сознания, а в руке он крепко сжимает свою флягу. Облить! Орландо в полуоборочном состоянии жадно ловит капли языком. Орландо быстро приходит в себя, и как ни в чем не бывало, рвется обратно в бой. Вперед! Погнали! Повалив дерево, враг разделил вас с паладинами. Теперь он хищно смотрит на вас, как на легкую добычу. Я готов! А тролль заносит руки над головой и, видимо, собирается вас расплющить. Отскочить в сторону! Вы слишком резко отпрыгнули и приземлились неудачно. Тролль берет вас в руку и собирается метнуть в сторону. Кусать руку! Сука! Умер! Тролль взвыл от боли и швырнул вас на острый камень. Так, быстро умереть! Это надо было постараться. Так, давайте заново. Так, разведать обстановку. Будем делать почти все то же самое, только по-другому. Так, в атаку! Сейчас будет выбор помочь раненому, облить из фляги, продолжить бой, принять бой, отпрыгнуть назад. Ха! Кулаки тролля упали в опасной близости от вас, но не задели, потому что ловкость. Оперевшись на одну руку, он пытается схватить вас другой рукой. Ударить кинжалом! Ха! Вы пронзаете кожу тролля кинжалом. Тот беснуется и откидывает вас. Вы безболезненно приземляетесь на мох и даже удерживаете кинжал в руке. Вот это мы молодцы. Вот это мы бойцы. Вернуться в бой! Тролль несется на таран, но его останавливает... Его останавливает Михель. Он вытаскивает... Стрелу из плеча и оглядывается в поисках Михеля. Давайте ударить! Да я! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что ж такое-то, а? Печер троллей. Опять. Разведать обстановку. Подвинуться. Слушаю учителя. В атаку. Опять раненым. Поможем раненым. Мы должны победить. Облить из фляги. Нам нужен Орландо. Он самый опытный из паладинов. Поэтому принять бой. Отпрыгнуть. Ударить кинжалом. Вернуться в бой. Убегать. Вы замечаете Михеля и бежите к нему. Паладина набрасывается на тролля. И тот переключает свое внимание на них. Из пещеры выходит второй тролль. А я уже забыл. Про второго тролля-то. И спешит на помощь своему сородичу. О нет. Михель хватает ваше плечо и орет вам в ухо. Там на холме прогнившее дерево. А снизу камень, который будет отличным трамплином. Вовремя скинем дерево и оно влетит прямиком в троллей. Да хорошая идея. Поехали. Тогда поспешим, пока паладины не полегли здесь. Ну бежим. Вы добегаете до нужного дерева и слегка подрубаете его. Вы готовитесь толкнуть дерево. Если скинуть сейчас, то дерево упадет только на одного из троллей. Но если ждать, то можно и совсем упустить этот шанс. Вы ждать. Стратег. Вот он лучший момент. Дерево приземляется на двоих сразу и придавливает их к земле. Ох, герцог, мелкие железяки. Вы что с ним сделали? А ты дурная голова. Ты же герцог. Надо сначала говорить, а потом кулаками махать. Чего вы хотите? Пещеру? Так, забирайте. Отправить на суд? Вы тролли, вы звери, вы монстры. Поэтому отправить на труд. Вы тут занимаетесь незаконной деятельностью. Поэтому отправиться на суд. Благодарю за битву. Это было грандиозно. Мы позаботимся о троллях и доставим их Марк графу. Благородный правитель этих земель, он решит, что с ними делать. Искать убийцу. Вы находите убийцу в пещере. Все это время он вышивал седло и даже не сразу захотел останавливаться. Хорошо. Господин, как мне было отблагодарить вас за спасение? Я вам жизнью обязан. Если бы не вы, то моя рука превратилась бы в одну сплошную мозоль от этого шитья. Так, рассказывай про убийц. Я тебя знаю. Ты принц, которого нам заказали убить. Как ты выжил? Слушай, я тебе все расскажу, только пообещай отпустить меня после этого. Ну, давай, допустим. Михель ошарашенно смотрит сначала на убийцу, а потом на вас. Да, в пекло это все. Меня просто бросили умирать здесь. Мне плевать, если банду там убьют, перережут. Вот они все равно не знают, что я жив. Я хочу выбраться отсюда и начать все с чистого листа. Кто заказал меня? Не знаю. Со связным был только вожак, и нам ничего не рассказывал. Кто ваш главарь? Алерик. Тот еще подонок. Но я его толком не знаю. Он даже у тебя скрытный. И с нами говорит только по делу. Хорошо. Логово есть? Да, давай карту. Смотри, тут за замком есть маленькая дорожка. В конце пещеры. И там логово. Достаточно. Ты умрешь. Отпустить или отвезти? Я тебе все рассказал. Теперь твоя очередь сдержать обещания. Отвезти Кристиану. Нехр не заслужил ты пощады. Михель связывает разгневного убийцу, но прежде чем увезти его, кладет вам руку на плечо и желает удачи. Открытый пути. Лагерь убийц. Нам бы где-нибудь хпш. Немножко найти бы сердечек, перекусить что-нибудь. Ну не знаю, ну хоть что-то. Лагерь убийц. Хорошо. Вы идете по тропе между двух кривых сосен. Вдалеке замаячила старая хибара. А дорогу караулит убийца. Проследите. Часовой направился в сторону лагеря и вы смогли подобраться поближе. Часовой присел у костра, а рядом с ним сидят еще двое. У старой хибары подальше вы замечаете еще одного убийцу. Ждать. Охранники хибары подозвали напар... Да что ж такое-то. Надо попить водичку, я не могу. Охранника хибары подозвали напарники, сидящие у костра. И тот двинулся в их сторону. Проникнуть в хибару. Дверь в хибару находится под прямым наблюдением убийц. Вы понимаете, чтобы проскочить незамеченным нужна феноменальная ловкость. Пролезть в окно. Небольшое окно находилось с неосвещенной стороны хибары. Вы аккуратно пролезли в него и тут же получили обухом меча по затылку. Плохая идея была. Давайте заново. Давайте поговорить. Часовой, мягко говоря, удивился вам. Ты кто такой? Че ты сюда забрался? Ты кто по масти будешь, слышь? Ты мне, скотина, вопросом на вопрос отвечать будешь? Сейчас сдохнешь. Давай, давай. Дурачок. Часовой размял шею и достал тисак. Противник отчаянно замахивается оружием над вашей головой. Увернуться. Хоть. Вы чуть не потеряли равновесие, зато избежали удара. Вас повалили на землю. Ведь варится мертвым. Ваш противник не медведь, поэтому не сработал. Так, ну хорошо. Заново. Так, давайте проследить. Подкрасться к охраннику хибары. Вы сильно шумите и привлекаете внимание убийцы. Пришлось спрятаться за травой. Охранника подозвали. Опять в окно и опять мы умерли, да? Интересно. Давайте попробуем поговорить. Я один из вас. Ха! Ну, гульфик вижу. И чё? Ну, помахать гульфиком. Часовой помахал гульфиком в ответ. Похоже, вы разгадали их тайное приветствие. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Махать гульфиком, хорошо. Вас повели к дому вожака. Знаток бандитских обычаев. Вы проследили за часовым до старой хибары. Мы открыли дверь хибары почти без крипа. Внутри сидит человек и задумчиво рассматривает карту королевства. Должно быть, это и есть Алерик. Алерик ожидал увидеть кого угодно, но только не вас. Ты что? Мать твою! Ты кто такой? Погоди-ка, братик! Так ты живой? Зачем пришёл сюда? Братик? Где моё кольцо? У меня. А я его заберу. Алерик покачал головой. Настрой у него был невраждебный. С улицы раздались вопли и Алерик выскочил за дверь. Ну-ка. Что там? У костра лежат тела убийцы, рядом с которым был ошеломлённый Алерик. Чутьё подсказывает вам выйти из хибары. Арбалетный болт влетает в грудь Алерика и отбрасывает его на несколько метров. Надо к Алерику, надо взять кольцо. Прости меня. Взять кольцо. Алерик протянул вам кольцо и отключился. Рядом с вашим ухом просвистел арбалетный болт. Ну-ка на звук. Стрелок в маске бросается перезаряжать арбалет и направляется на вас с холодным оружием. Приготовиться. Я готов. Краем глаза вы замечаете хвост нашей любимой серпантины в кустах. Замечательно. Враг отбежал от вас на почтительное расстояние. А кушайте. Вы разгрызли черствую корку хлеба пока противник бежал к вам. Ну зачем? Раны не затянулись. Да что ж ты будешь делать-то, а? А серпантина прыгнула на стрелка и вцепилась ему в голову. За ним в погоню! Он бежит! Убийца побежал к скале и скрылся. Осмотреть скалу. За кустами была узкая щель в скале. С мастери факел из того, что было в лагере вы вошли внутрь. Вы оказались внутри грязной сырой пещеры. Так, это опять это как в культе. Направо пойдешь лут найдешь, налево пойдешь пизделе получишь. Поэтому направо. Перед вами узкий проход. Идем прямо. Вы прошлись четверть часа. Перед вами снова развилка. Похоже, вы тут уже были. Идти налево. Идти прямо. Идти направо. Пещера то сужается, то расширяется. Вы идете уже полчаса, а следа убийцы все еще нет. Вы прошли вторую половину часа. Ваш пути... Ваш пути... Что ж ты будешь делать-то сегодня? Прям не могу. Непонятно почему. Резко прервала расчелина. Отпустив факел, вы не видите ее дна. Кинуть факел вниз. Факел летел недолго, но вдруг с шипением он потух. Там вода. Прыгнуть вниз. Вы приземлились в воду, и она смягчила падение. Выбравшись из воды, вы заметили впереди свет. Идем на свет. Через сотню метров вы наткнулись на выход из пещеры, а перед вами раскинулся королевский сад и стены родного замка. Осмотреться. Вы не обнаружили следов убийцы и направились в замок. Значит, убийца живет в замке. Вы подошли к воротам ведущим сад, но караул отсутствует, и вы просто входите во двор. Из главного здания доносятся звуки торжества. Открыв дверь главного зала вас ослепляет свет помещений, и вы падаете перед толпой без сил. Над вами маячит почти забытое лицо. Наверное, это Виктор. Это невозможно! Ну-ка подняться. Живой принц! Придворные обступили вас и помогли подняться на ноги. Виктор признал, что вы действительно принц, пропавший на охоте. Кольцо послужило главным доказательством вашего королевского родства, и никто из нати не смог этого оспорить. Вы снова в своем замке. Открыта коронация. Найдем на коронацию. Вы проспали несколько суток и наутро обнаружили себя в королевских покоях. Неожиданно слуга принес вам завтрак в постель. Посмотреть в зеркало? Нет, давайте паховый. Давно вы так вкусно не ели? Жаль, что все прервали. Ваша светлость к вам посетитель! Его светлость Александр и Виктор желают видеть вас! Кто такой Александр? Не знаю, кто такой Александр. Ну давай, Александр, давай, ты первый. Звеня блестящими доспехами к вам в покой вошел рыцарь. Вы не сразу признали двоюродного брата. Рад, что ты вернулся, братик. Впрочем, от члена нашей династии такого стоило ожидать. Нас ничто не может сломить. Доспех красивый, во! Спасибо, это подарок от матушки. Осталось только применить его в деле. Я тоже рад вернуться. Хорошо, я уже состою в совете, поэтому увидимся там. Мне интересно услышать про твои приключения. Ваша Светлость, Виктор. Пойдем. Я все еще не могу поверить, что вы живы, ваше высочество. Это великое счастье для всего королевства. Ближе к делу, давай, давай. Да, да, ваше высочество, у меня важное дело. Нам нужно скорее провести коронацию. Эта церемония наделит вас всей полнотой власти, в которой никто не усомнится. Я уже все подготовил, церемония пройдет сегодня. Одеться. Мы готовы. Вы оделись по-царски. Иерарх возлагает корону на вашу голову и произносит молитву на долгое правление. Внезапно вам дико захотелось спать, прикрыть глаза. Вы задремали, а потом резко проснулись, благо речь еще не закончилась. Просто если бы мы зевнули, сказали вот, новый король не уважает традиции, обычаи, гнать этого короля в за шеи, в жопу, корону. Титул коронованный. Теперь вы полноправный правитель королевства. Ваше величество, нам следует устроить пир в честь вашего восхождения на престол. Что посоветуешь? И знать, и простолюдины любят праздники, а скупость не любит никто. Будем праздновать. Вы объявили о пире, и народ возрадовался этой вести. Бесплатную еду любят все. Мой король, теперь за каждым вашим решением следит все королевство. Вы берегите лояльность подданных, иначе враги воспользуются вашей ослабшей репутацией. Кстати, о моих врагах. Надо об этом поговорить. Да, это важно, это мы обсудим. Завитушку берем, только вот эту. Вот так. Пока остальные развлекаются на перу, вы с Виктором обсуждаете королевские дела. Мой король, торок ведет расследование, и под подозрением уже попали несколько подданных. Вы можете не беспокоиться об этом и сосредоточиться на своих обязанностях. Хочу узнать все детали, где торок? Вооружейный, но полагаю, он сам посвятит вас в детали, когда наберется достаточно улик. Ну ладно, а что за обязанности? Я же король, я сижу на троне, там, пальцем тыкаю, типа, тебя казнить, тебя отпустить, тебя даровать, тебя, в общем-то, помиловать, все. Вы должны заботиться о жителях королевства, не забывайте посещать аудиенцию, чтобы ответить на их просьбы. И прошу прощения, уже поздно, я должен вернуться к своим обязанностям. Ступай, иди. Виктор откланялся и покинул вас. Отправиться на трапезу. Вам накрыли большой стол и приготовили ваши самые любимые блюда. Замечательно, будем кушать. Когда вам принесли очередной деликатес, вы вспомнили, как тяжело жилось в лесах и полях королевства. От этих мыслей вам стало грустно. Давайте выйти прогуляться. Не будем нажираться, мы теперь король, мы не должны быть полными, мы должны быть в боевой такой вот форме, поэтому кушать не будем. Выйти прогуляться. Вечер закончился без приключений, а наутро вас загрузили королевскими обязанностями. Ваше величество, в замок пожаловали послы Южана, надо бы их принять. Кто там еще? Сергию наместник южного короля, сейчас это самый влиятельный человек на юге. А че не сам король? Сам король давно умер, была у него дочь, но она исчезла, пока не найден наследник, югом правит наместник. А че им надо? Полагаю, в очередной раз хотят обсудить восточные земли, но как вы помните, ваш отец уже раз и навсегда решил этот пусть заходит. В зал входит Сергию с небольшой делегацией. Ваше Величество, поздравляю с ухождением на престол, я пришел издалека и по очень важному делу. Что за дело? Как вам известно, мир между нашими королевствами хрупок, а столкновение на границе уже не редкость, причиной этому восточные земли, которые раньше были нашими, да. Продолжай. Ваш отец Эйхард подло отобрал эти у нас. Какие еще земли? Сергию развернул целую карту и указал на восточной марке. Его палец очертил двор Абатура, крепость в долине и деревню Берг. И что? И что ты от меня хочешь? Отдать тебе землю, что ли? Не отдам. И что? Вы должны поступить мудро и вернуть эти земли нам. Так, советники, а что скажете? Советники начали перешептываться между собой. Эйхард желал Эйхард жалел о захвате восточного удела, но теперь эти земли наши, уже поздно что-то менять. Александр? Мы не должны ничего отдавать, очевидно, что южане хотят войны, но нам нужно готовиться и опередить их. Я подумаю. Не будем отвечать резко, я подумаю. Я решу чуть попозже, ага. Хорошо, но мы еще вернемся. Делегация Южан покинула зал и у вас наконец появилось свободное время. Хорошо. Казармы статуи Эйхарда. Это наш отец. Так, ну пойдем к статусе сгоняем. Перед вами обветшалая статуя Эйнхарда. Она заросла мхом, покрылась паутиной и трещинами. Слушай, хочу свою статую, а то у всех людей и у всех королей есть статуя? У меня нет статую, хочу статую. По вашему приказу в замок прибыл известный скульптор. Это честь работать над статуей для вас. Я знаю, что вам через многое пришлось пройти не так давно. Позвольте узнать, в каком образе вы себя видите. Давай простолюдинь, чтобы люди думали, что я из народа, что я вот такой к ним поближе. Давай вот так сделаем. Это такая будет многоходовочком. Скульптор записывает что-то и делает зарисовки. Замечательно, но этого маловато. Позвольте уточнить, какие черты вы хотите показать этим произведением? Давай миролюбивость. Хорошо, хорошо, я уже представляю себе эту статую. Последний вопрос, что для вас важнее, силы или ум? Ну, силы есть, ума не надо, поэтому лучше ум. Пусть лучше будет ум, чем сила. Знание все-таки вдвое сильнее, чем сила. Через несколько дней скульптор просит взглянуть на его творение, посмотрите. О, боги, это так волнительно, что скажете, ваше величество, как вам моя работа? Да пойдет, лад, шедевр, пойдет. Скульптор засветился от счастья. Что делал со статуей, ваше величество? Найдите нового скульптора, пожалуйста. Скульптор расплакался и покинул замок, а придворные засудачили о потраченном золоте. Опять ты, что ли? Ну, давай простолюдин, миролюбивость, не дай бог ты сделаешь такую же статую. Ну, ты что, издеваешься? в два раза заплатил. Да ладно, шедевр, ладно, черт с тобой. Оставляем. Увековеченный, мемория. Замок украшает новая статуя, а скульптора наградили за работу. Так, пойдем в казарму. Пост Торика находится около казарм, но вы не наблюдаете его на месте. Поискать снаружи? Из-за угла послышался шум. Какой шум? Красный от злости Торик орет на стражника, тот еле держится на ногах и смотрит на своего командира стеклянными глазами. Он даже не понимает, что от него хотят. Так, что происходит? Мэ? Торик хотел было наорать и на вас, но вовремя одумался. Мой король, этот обалдуй должен был патрулировать окрестности казарм, но решил опустошать стратегические запасы вина. Продолжай, Торик, арина не него, это мои запасы вина. Торик плавно перешел на старческую лекцию про честность и трудолюбие. Это стало утомлять и вас, но кажется, вы обязаны дослушать. Когда это закончится, а? Послушав до конца, вы словно потратили на это часть своей жизни. Вашему величеству так или иначе придется наказывать его солдат. Это будет хорошей тренировкой. Отличная идея, давай. Вот это я понимаю любовь к кистя, в смысле тяга к правосудию. Солдат пренебрег своими обязанностями и выпивал на службе. Это нарушение безопасности королевства и наказание должно быть соответствующим. Давай уборка казарм. Да это же месяц принудительных работ. Впрочем, он кажется не против. Хорошо. Вдоволь насмотревшись на мучение вы вернулись на пост. Продолжить разговор. Хорошо. Вовремя вы меня отыскали. Прямо как раз надо так сказать. Я расскажу вам про новые порядки в замке. Так, почему пропустил совет? Прошу простить, были несложные дела. Я расставил дополнительных стр... Да что ж такое со словом стражников и пустил несколько новых все ради вашего спокойствия. Я заметил. Спасибо. Собственно, что вам нужно знать про новый порядок. Теперь каждый раз, когда вы будете выезжать на осмотр своих землей, земель с вами отправится отряд гвардейских телохранителей. Что с расследованием? Сейчас эта история для нас одна большая тайна. Я уже занялся сбором информации и вскоре представлю вам свою версию. Но есть и более серьезная угроза. Южане набрали силы и вновь просят земли. Опыт подсказывает, что войны не избежать. Нужно готовиться к худшему. Что ты предлагаешь? Торик сделал задумчивый вид и вы почувствовали, как шестеренки в его голове закрутились. Взяв много дел одновременно, ты рискуешь ни одно не сделать должным образом. Вы можете заняться расследованием или подготовиться к войне. Остальные дела я буду готовиться к войне. Наверное. Нет, я хочу вести расследование. Нет, или война. Или я успею и все. Война, или я успею и все. Я буду готовиться к войне. Ладно, давайте готовиться к войне. Прекрасно, ваше величество, тогда расследованием займусь я. Когда соберетесь выезжать из замка, лучшие гвардейцы будут вас сопровождать. Открыты пути северные владения, западные владения, восточные владения и двор замка. Хорошо, ладно, я предлагаю, давайте посмотрим, это просто замок, да, это Йети, хорошо, наша статуя кстати появилась, замечательно. Я предлагаю продолжить уже в следующий раз, а сейчас как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты, в общем удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok